Можешь убивать, сжигать людей живьем, расстреливать крестьян из пушки, главное быть патриотом. Актерская комбо. Дурачок. Продолжение неизбежно. Привет, великий Клим Шипенко, чувствуете, сразу зашел с забойной шуточки, снял продолжение великой комедии Холоп. Обе комедии должны войти в историю как комедии с наименьшим количеством юмора. Ну давайте по порядку, меня зовут Андрей Цветков, я немного поругаю безидейность и бесталантность создателей очень популярного и мегауспешного Холопа. Сюжет не хитрое нагромождение старой концепции перевоспитания мажора на новую концепцию. Перевоспитание мажора мажором для того, чтобы во время перевоспитания нового мажора старым заодно довоспитать старого. В общем не сложно. Наш пальчик испытал гнев. Не доработал я с Гришей. Собственно далее обсуждать особенно нечего. Все ходят и друг друга перевоспитывают, старательно нарушая всевозможные статьи Уголовного кодекса, показательно плюя на него и вытирая об него ноги. Главная угроза при таком подходе к жизни это наличие власти у пап и мам мажоров. У кого власти больше, того и надо бояться. А этот ваш закон, неприкосновенность личности и так пустое. Не о чем и говорить. Ах да, забыл. Еще патриотизм. Можешь убивать, сжигать людей живьем, расстреливать крестьян из пушки. Главное быть патриотом. И все тебе простится. Ну хороший же человек, не крестьянин какой. А не простится, так мама поможет. Слава богу, тоже не крестьянка. Интересно, если развернуть ситуацию и скажем, крестьянин расстреляет дворец важного чиновника из пушки. Даже если никто не погиб при этом, как трусливо смазывают авторы фильма. Его тоже надо простить? Думаю, да. Ну конечно, если он патриот. Сложно понять, каким полушарием жопы думали дворяне, писавшие и снимавшие и игравшие в этом фильме. Ладно, если вы принадлежите к элите и надеетесь, что вам будет сходить с рук стрельба по крестьянам. А если вдруг вы окажетесь в крестьянах? Главная проблема нашей страны в том, что мы мыслим как цыгане из знаменитого фильма Гая и Ричи «Большой куш». А цыган нет, потому что он сам планировал наехать на автомобиль. Мы всегда надеемся выкрутиться. Весь смысл государства в ограничении сильных слабыми. То есть мы, крестьяне, не хотим, чтобы дворяне по пьяной лавочке наши дома расстреливали из пушек. Это по задумке. А по факту дворяне расстреливают нас из пушек, прикрываясь при этом законом и Росгвардией, которые по задумке должны запрещать им это делать. Но поражает меня не это, а то, что всегда находятся крестьяне, с радостью подающие снаряды элитным дегенератам. И поддакивающие им. Что ж, как говорится, бог в помощь. Гениально! Если же разбирать фильм, логику поведения персонажей, то это, конечно, семитомник. А вы, дорогие мои, больше пяти минут не смотрите. Поэтому, по верхам, артисты. Мне кажется, два самых бесталантных актера современности это Аглая Тарасова и Милош Бикович. Аглаю я еще понимаю, почему таскают с проекта на проект. Все-таки династия. Чего таскаются с Биковичем с загадкой из загадок. Чувак просто ходит в кадре туда-сюда, иногда изображая из себя пьяного. Все. Других актерских приемов в его арсенале нет. Если учесть, что его еще надо переозвучивать, то понять это совершенно невозможно. Папа, Екатерина, Екатерина. Аглая обладает таким же набором актерских приемов за минусом изображения пьяных. У меня идея. Погнали в Париж. То есть, никаким не обладает. Это, кроме династических принципов, вообще ничем другим оправдать нельзя. В общем, актерская комбо. Сцены затянуты, излишне говорливы. Ну и как водится, все заштамповано до последней возможности. Мне кажется, с режиссером Шипенко злую шутку сыграло то, что он крайне успешен и уверовал собственную непогрешимость. Поэтому сцены художественной приема кажутся ему безопречными, а не слабы и банальны. Да, и ровно в полночь мажорка превращается в тыкву. Единственный смешной гэк с актером Деревянко угадывается сразу, с первой фразы. Ты точно понимаешь, как он будет выстроен и что произойдет. Но надо отдать должное Павлу, все равно сыграно смешно. Пожалуй, две актерские работы в фильме я бы выделил. Это Павел Деревянко и Софья Зайка, исполнившая роль Любы. Жених. Не то, чтобы остальные актеры совсем плохие. Все-таки актерский состав довольно мощный. Но явно выпадали из персонажей, совершая поступки, не характерные их героям. Это, конечно, комплексная проблема актера, режиссера и сценариста, но тем не менее. Режиссер Шипенко нежно пропихивает мысль о том, что элита есть элита. И ей можно много больше, чем тебе, дурачок. Какая отвратительная рожа. Кроме того, он похваливает элиты за такое устройство жизни. И он прав. Людям это нравится, а ему новых постановок накидает. Что ж, такова жизнь. Ругать этот фильм можно бесконечно. К сожалению для всех, фильм снова собрал огромную кассу и продолжение неизбежно. Бусти, Донаталь, Рцкарта, Сбера, если хотите поддержать. Телега, если хотите почитать. За лайк, репост, комментарий. Мой поклон. Пока.